Родительское собрание республиканского масштаба прошло в Избербаши. Около 200 родителей дагестанских школьников задали вопросы, касающиеся воспитания главе республики Рамазану Абдулатипову. Мероприятие прошло на базе оздоровительного центра «Солнечный берег». В обсуждении ключевых тем образования приняли участие вице-премьер Дагестана Екатерина Толстикова, министр образования и науки Шахабад Шахов, министр по делам молодежи Арсен Гаджиев и другие представители органов исполнительной власти. Мы подготовили 11 программ по качеству образования. Они должны реализовываться во всех школах республики. Дагестан в ближайшие годы должен начать выпуск высококвалифицированных специалистов. Для этого, по словам Рамазана Гаджимратовича, создаются все условия. Строятся новые детские сады, реконструируются школы, совершенствуются предметные классы. А за последние годы удалось полностью искоренить взятки при поступлении в дагестанские вузы, подчеркнул глава республики. Мы за четыре года построили около ста детских образовательных учреждений. Больше, чем за 25 лет до этого. Мы создали 34 тысячи мест в детских садиках. У нас охват был 52%, сейчас у нас 84%. Мы построили около 30 образовательных учреждений на 14-15 тысяч учеников. В легком формате непринужденной беседы Рамазан Абдулатипов поделился со слушателями, что считает борьбу с ленью и тунеядством основой воспитания. А дагестанским школьникам при выборе профессии посоветовал обратить внимание на рабочие специальности. Детей надо приучать к труду. Нет никакого другого вида воспитания, кроме трудового, который закладывал бы человеческой личности в роге и качество. На повестку дня был вынесен и немаловажный вопрос дополнительных выплат семьям, взявшим под опеку детей-сирот, и тема гарантийной поддержки родителей, воспитывающих приемных детей. Что делать опеку нам, которые взяли детей до 10 июня 2014 года, и которые получают 4770 рублей, и они прописаны на жилплошади, из этой суммы должны оплатиться коммунальные услуги, хотя в других регионах есть освобождение от такой выплаты или дополнительная поддержка. В ходе мероприятия члены родительских комитетов обратились с просьбой реконструировать районные школы, отремонтировать ученические классы, закупить технику в кабинеты информатики и оснастить лаборатории кабинетов физики и химии необходимым оборудованием. Педагоги сельских образовательных учреждений настоятельно рекомендовали обратить внимание министров и на спортивные площадки для молодежи. Хотелось бы, чтобы школы организовали специализированные группы занятий по физкультуре для детей с ограниченными возможностями. Обсуждалось на мероприятии нехватка специалистов, в частности педагогов-психологов, а члены благотворительных культурно-просветительских организаций вынесли предложение обустроить селекторные кабинеты для онлайн-уроков в колониях несовершеннолетних. Можно ли организовать там дистанционное обучение? Не заочное, а именно дистанционное. Для этого нужен класс компьютерный, чтобы эти дети могли хотя бы среднюю школу там закончить. Там сидят с 13 до 17 лет наши дети. Отметим, что участники поблагодарили главу за возможность встречи с официальными лицами республики и выразили надежду на то, что общедагестанские собрания станут хорошей традицией. Мне очень нравится то, что сегодня такое родительское собрание. Я бы хотела, чтобы это было чаще, во-первых. Во-вторых, я бы очень хотела, чтобы родитель или председатель родительского комитета, это каждая школа, мог легко и просто, легко и просто прийти к министру образования со своим предложением, прийти к министру, ко всем министрам, потому что когда мы приходим в приемную, мы говорим, вот у меня есть предложение. Родительское собрание продлилось почти три часа. По мере поступления вопросов глава республики дал ряд конкретных поручений директорам образовательных учреждений и министрам Дагестана.